пожалуйста только не за анжел вот и вы я боялась что за анжел надо будет играть да тварь чем бы она не была продолжает преследовать неустанно надеюсь анжела в порядке да покажи нам свой кардачель и задницы как некими наш ты посмотри на это просто папу как у ким папа киркетюка вот она конец есть оружие она может пригодиться не зря зале молчат давайте я помогу чуть-чуть подскажу вам надо согласно что как бы так сказать у всех есть свои демоны свои демоны принадлежат лишь нам и часто рождены из сожалений вот мудрые слова одного великого ирландского драматолога которого я повстречал в париже точно не торопись осуждать у святого есть прошлое у грешника будущее она лишь дитя так что поговорим по ее видишь вся игра нагнетает на девку охранитель подсказывает что она всего лишь ребенок а ты думаешь это к ней было сказано а я думаю это не к ней было сказано она просто сказала типа он не понимаешь эта фраза эта фраза вырвана из контекста про грешников и этих кого еще ну что у грешников есть что-то там а у этого есть у кого-то есть будущее у кого-то есть только прошлое священника есть прошлое а у каждого грешника есть будущее но потому что у него есть до у него есть будущее только потому что священник отпустит вам грехи и у поэтому у вас есть будущее воспринимает фразу буквально ну ладно все еще не к есть прошлое подожди у каждого священника есть прошлое, у каждого грешника есть будущее. И она всего лишь дитя. Ну, в принципе, он сказал. Хорошо, а почему она так странно себя ведёт? Потому что она под влиянием более взрослого человека находится, под влиянием священника, который её запугивает и говорит ей, ты никому не скажешь. Как работает любой носильщик? Любой носильщик? Нет, подожди. Знаешь, вот что думаю я? Что мы представим, что есть потусторонняя херота, есть демон, и любой демон ему нужна оболочка, в которую нужно вселиться. Подходит самая эмоционально слабая и неуравновешенная личность, в которую можно либо совратить, ну, типа, или там сказать, типа, давай играть, бла-бла. Ну, короче, ребёнок идеально тоже подходит. То есть, эта хуйня подселяется в тебя, и уже руководит, ну, как бы, ты живёшь внутри с демоном. Факт есть факт. Внутри, я больше чем уверена, что девочка, это только девочка, только с подселением. Вот, как бы, она как бы не зло, но из неё наверняка эту хуйню можно изгнать. Допустим, к примеру, зло здесь, зло есть точно внутри. Девочка очень странно себя ведёт, но давай будем честными. Под влиянием даже того, что если на неё налетит священник и там чуть ли там не убьёт её, не покусает, бла-бла-бла, очень странно отдавать старшей сестре куклу и говорит, типа, не, не забирай у меня, пожалуйста, куклу, это моя кукла. Типа, а потом, как только пришёл инквизитор, она такая, нет, сестра, ты, типа, ты мне эту куклу не давала, я понятия не имею, что это. И с таким выражением лица, понимаешь, как будто, типа, дорогой инквизитор, оклеветала и уродка такая, господи, ну, не похоже, что она боится, ещё что-то, то есть тут всё-таки есть какая-то херота внутри девочки. А что если на самом деле, скажи-скажу, что если не в девочку в Силён Бес, а в священника? Что если он заставляет её приносить ему жертву? Ну, блядь, как вариант, да. Почему нет? Тоже, тоже имеет место быть. Окей. Проблема, блядь, на самом деле, проблема что в том, что в том. У нас большие проблемы, что с тем, что с тем. Но просто священник к нам не приходит. К нам приходит только, блядь, эта девочка. Ну, мы же не знаем, может, он где-то есть, просто он не показывается. Ну да, сейчас мы придём на церковь, Final Boss, блядь, все дела. Женщина похожая на меня. Налево, может? Что такого страшного она сделала? Это хреновый знак. Чё ли направо потом не забавно? А вот налево, смотри, карточка лежит. Смотрю. Да, открытка. Тотем. Ох, блядь. Это карточка твоего персонажа. Тебя вот этот копейщик захочет пригвоздить к дереву, и ты будешь, и ты сопротивляешься. Я подойду, посмотрю. Здесь жила многообещающая молодая писательница Тилли Джонсон, известная своим городом. Готическим романом «Путь несвободных» 1856-го. Тилли умирал при загадочных обстоятельствах. Её тело было обнаружено дома в июне 1858-го года. «Туризм в Little Hope». Война... Ты всё? Да. Война короля Венгельма Бойна в актовый день. 23 июня 1690-го года. В актовый день 90-го года, когда Пуритане праздновали получение учёной степени юношам города, на них напали франко-индийская армия. Восемь мужчин были убиты, а некоторые женщины и женщины детей увезли в рабство в Акадию. О судьбе рабов ничего неизвестно. Угнанные в рабство Мэри Алибейт, Эбби Брэдстрит, Мэдлин Карвер, Мэри Дент, Эпстрингс Хейб, Абадия Хейк, Томас Летрей, Мерси Мезер, Марта Милтон, Фейт Ньюктомен, Фиделити Ньюкомен, Майкл Ньюкомен, Хоуп Стоун и Амелес Апсолд. Убитые. Айзек, которого мы, кстати, где-то читали. Хью Бронтон, Брак Хейм, Фрэнсис Мэнс. Айзек это этот? Айзек Эймс. Айзек это помощник инквизитора. А как звали этого? Кого мы там подозревали? Мэт? Мэтью? Нет, Мэттью Нойс. Сэмюэль, Сэмюэль, Сэмюэль. Его нигде здесь нет. Ни угнана, ни убитого. Хорошо. Помощник инквизитора. Короче, я посмотрела только что карточку, потом подошла к тебе. Он такой говорит, это хреновый знак. Но ты в безопасности, ведь я и с тобой. О, вол. У меня этого не было. Так, ладно. Ну, будем надеяться на то, что мы сможем прожать куты. Вик, скажи, у тебя же тоже перед куты-е появляется знак, типа, надо мышкой нажать, да? Ну, не хреново, все ночи в ночь катится в жопу. После аварии. Нет, типа, там рука с палкой. Ну, сначала, типа, кружок, типа, как будто готовьте, сейчас будет куты-е, типа, такое, да? Мы есть друг у друга. Да, но не всегда оно появляется. А, хорошо, хорошо. Официальное уведомление о реализации залога принадлежит банку за очень долгое время. Так а смысл сюда приезжать? Это реально город-призрак. It's a ghost town. Чисто, чисто Адам Ламберт из-за угла. It's a ghost town. Бля, чё, 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 чё такое? Карвер. Где Карвер? Какой-то Карвер. Что такое Карвер? Не знаю. Карвер, это Сэмюэль. Сэмюэль Карвер. Она, типа, она сквернила что-то там, она должна, типа, за это заплатить. У меня был только какой-то шум, типа, страшный, типа, голоса такие. Ну, шум, шум, да, 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 да. Карвер, я же говорю. Блядь, страшно. Не хочу. Боюсь, блядь. Когда это кончится? Фуф. Ворона. Ворона. Кар. Да не так долго, не так много играет, что. Давай. Вот. Посмотри. Ничего. Самая насыщенная, хриди. Уверена? Да, блин, уверена, это мои качели. Откуда они здесь? Я тебе верю, но... Что это значит? Это послание мне в жопу это место. Ну-ка, и послание. Это какое-то стрёмное. Ебанутое послание. Эй, эй, посмотри на меня. Мы справимся, слышишь? Вместе. Слышишь? Здрасте, блядь. Это за тобой. Я не виновата. Помоги мне. Молю. Помоги мне. Помоги мне. Помогу не поздно. Молчи, женщина. Я тебе говорю. Лишь все вышли. Рантовый с них есть свой способ сдохнуть. Лишь отом надлежит его молить. Послушайте. Это потому что я не то выбрала. Греха. Кукла, вершающая моя судьбу. А я думаю, это повествование наш. Ничего более. Я не дожди. Я не обмануть. Я узрел зло в тебе. Мой долг очистить город от твоей хвори. Мой долг очистить город от этой хвори. В петлю ее. Мой, блядь. Господь, прими душу сестры нашей Табиты, кою дьявол сбил с пути истинного. И распорядись ею. Опа. Подошел к ней такой, смотри. Почему он к девочке подошел? Я тебе об этом и говорю. Ага. Сразу такой. Опа. Ребята, у вас там дядя с копьем был рядом. У меня еще в комнате свет выключилась. Это была я. Я следующая. Но ты в безопасности. Я же с тобой. Спасибо. Ты теперь рядом. Блядь, у нас там чувак где-то сзади был с копьем. Предлагаю пойти в церковь. Другие, наверное, уже там. Пока отсюда. Я заданила. Ты заданила. Где чувак? Ну-ка. Он там был. Вот где, куда я смотрю. Ну, его здесь нет. И вот здесь нет уже. Хорошо. Я врать не буду. Мне пиздец. Я... Давай, идем. О. Опа. Нас будто преследуют. Ага. Нас точно преследуют. О, это я. Вали отсюда! И приближайся, ясно? Мерса. Блядь, что это такое? Ну, померса. Бежать, прятаться. Бежать. Бежать. Пора валить, давай! Есть. Угу. Есть. 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 Федикюр делает себя. Да, я тоже об этом думала. Здесь закутешки, аккуратно. Есть. Курсы с меня. Шевелись, ну! Бля, пятюню. Давай. Слышали? Это... Тейлор? Это церковь, да? Да. Тейлор! Тейлор! Это вы там! О, о-о-о! Скорей к церкви! Бегом! Войми отца, сына и цветового духа! Извини, бро! Одна из этих тварей у нас на хвосте! Внуки! Живо! Ну же, скорее! Бегите! Давай внутрь! Берем, как будто я не видела. Убежать, помочь. Убегай. Вы что там делаете? Заходите. Он как будто я не видит, я тебе говорю. Так он здешний, наверное. Потому что. И чё, блядь, а вы иди тут у него, нахуй? Да мало ли вдруг, он её не видит. Не выбрал. Это наш личный демон, не его. Да ладно. Если эта тварь сейчас ворвётся сюда, мы к ней присоединимся. А эти-то видят? Найдите входы и выходы, всё заблокируйте. Сладь, я за Эндрю, ты за Данила. Блядь, ты чё, сейчас опять на меня повесит его смерть? А если ты умирай, пожалуйста? Если тут парень с копьём будет. Вот, зараза. Всё окей. Будешь пиздить его на жёнчу? Я бы не дал ей забрать тебя. Хе-хе-хе. Когда тебе копьё идёт промеж глаз, так не доношь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь. Нет. Отпусти его. Что случилось? Меня забрали во флэшбэк. Узрю тебя. Добито. Что за хрень? Ты выглядишь, как я. Кто ты? Я задаюсь тем же вопросом. Что-то стряслось и изменило нас. И даже Мэри. Иной раз Мэри та добрая девочка, какую я всегда любил. Во-о-о-о-о-о. Но подчас в ней... Он говорит, что Мэри это добрая девочка, которую я любил. Но когда-то она почему-то в ней злоба, жуткая просыпается иногда. Господи, прости. Лучше бы ты была со мной Тобито. Не Мэри. Даже в смерти она держит тебя. Мэри. Ты во власти ее... Опа. Мэри и священник пришли. Обвиняют пацана. Ну все, мы следующие. Нас обвиняют в том, что мы видим демонов. Я вернулась из лошбека. Вроде как. Профессор! Эндрю! Это я. Следующий. Угу. Пришла Мэри с... Со священником. Да. Как его? Обвинял моего двойника. Да. Дело серьезно. Опять суд? Пока нет. Но все шло именно к тому. А девочка? Мэри? Да. Она там была. Тут безопасно? Нашли другие входы? Извините, я не проверил. Эта тварь все еще здесь. Смотрите, там! Надо идти за ней. Кем бы она ни была, все происходящее связано с ней. А если так, то что? Если мы остановим ее, возможно, это позволит спасти наших двойников. Ладно. Посторожите дверь, вдруг она вернется. Слушай, Дэниел, знаю, твою любовь к гравитации, блядь. Давай мы по лестницам не будем подниматься. А что у меня не так с гравитацией? А ты вспомни, как он эпично упал в прошлый раз. Да? Где? А, подскользнула, поняла. Я что-то вообще забыла про пролог. Я просто думала, а где же именно Дэниел упал? Так я думаю, что... Блядский... Рот. Дрявые стены. Ты тут? Меня потрясывает, блядь. Все, все, дыши. Спокойно. Я не хочу все зафакапить. Ну, зафакапишь и зафакапишь. Похер. Нас закрыло почему-то. Блядь, громко. Это, кстати, очень опасно. О! Суд? Угу. Мне тяжко молвить сие, но твоя казнь убережет нас всех. Спасет целый город. Пощади его. Молю тебя. Тебе трудно, дитя. Видишь, все. Но позже ты уразумеешь и возрадуешься. Я заметила одну суть. Кто нас затаскивает во флэшбэк, тот в данном случае хороший. Вот меня сейчас затащил мой двойник в предыдущий флэшбэк. Он как бы со мной поговорил. Здесь нас затащила девочка. Именно сейчас девочка и просит пощадить, что как будто никто не виноват. То есть, вот тоже интересная суть. Нас затаскивает во флэшбэк вроде как тот, кому нам нужна помощь. То есть, если сейчас что-то нам надо будет сделать, надо как-то, ну, видимо, помочь девочке. Но, блядь, это сложно, если честно. Потому что, ну, тяжело понять, что надо сделать. Я думаю, знаешь, как я думаю? Я думаю, что вот эти все штуки, которые происходят, конкретно здесь, вот эти типа смерти, которые происходят. Конкретно у этих персонажей, помимо... Смотри, игра как бы повествует о том, что девочка плохая. У меня есть предположение, что она как бы кульминационный персонаж. Понимаешь, в чем я... Да, и знаешь, что я еще заметила? Когда в каждый раз... Заметь, вот расправа над Мэрией, допустим, Мэрию, я не помню, как ее зовут, которые повесили вот эту вот... Наш двойник Тейлор, да? Табита. Табита, да, извиняюсь. Короче, после этого он сразу подбежал к ней и дотронулся до девочки. Как будто передал ей то ли демона, блядь, то ли еще что-то. В церкви, когда меня обвиняли, моего двойника Дэниэля, он подошел, и он ее в спину раз так и докоснулся до спины. Он постоянно держит с ней тактильный контакт. То ли он передает демона, то ли это важно. Не знаю почему. То есть, ну вот, как бы... Или он ее зомбирует, типа, знаешь, как будто в нем внутри демона, он такой, типа, блядь, говори, что надо. Хер его знает. Я чувствую, концентрация дерьма в ней уменьшилась, надо усилить. Кацунэ, укажет тебе путь. Ну, типа, короче, мне кажется, что вот эта девчонка, это кульминационный персонаж, и, скорее всего, все в конце будет с ней связано. Я просто не помню, правда. А сейчас он, смотри, видишь, она далеко от него, и вот она, как будто она в адеквате, она говорит, типа, не трогай его, пощади его. То есть, она сейчас не рядом с ним идет, и она как бы... Вот. Жми, если готова. Я волнуюсь. Подожди, я к чему? Я к чему это вела-то? Я к тому это вела, что мне кажется, как будто бы, вне зависимости от того, что мы не сделаем, именно до вот какого-то кульминационного момента, как будто бы мы не можем повлиять на их смерти. Потому что, если ты заметишь, у каждого из них есть определенный свой способ умереть. То есть, та умирает от удушья, эта умирает от повешения, этого, скорее всего, проткнут сейчас. А тот, который Джон... Кстати, только Эндрю не умирает не по своей воле. А тот, который Джон, он, по-моему, умер от того, что его раздавило или что-то типа такого. Если я не ошибаюсь. Ну, помнишь, балка его придавила в доме? Да. Вот. Поэтому я думаю, что у каждого из них есть... Блядь, слушай, так это прям реально как в прологе. Вот, я тебе и говорю. Такое ощущение, что у каждого из них есть свой определенный способ умереть, и плюс к этому свой демон, о котором говорил Куратор. Да, потому что он вызван с ожелением. Да-да-да. Да. Вот. То есть, как бы, я думаю, что... Все равно выбирай то, что, как бы, тебе кажется правильным. Но мне кажется, на это никак не повлиять. Покинься ее место, Мэри. Мольбы его не трону. Ты не должна узреть мою кончину. Кто приглядит за мной, ежели не ты? Судья Вайман поручил то Авраам. Он твой опекунт. Авраам? Однако сиим решением не все согласны. Каждый предстанет перед высшим судом. А, его толкнут просто. Я его схватила. Да, я верю. Это неправильно? Я просто ее лезь, чем он видит. Он ее тронул, кстати. Да. Я была права. Скажи мне, что я все правильно. Но я не знаю, блядь. Ну да, как та же смерть. А потом посмотришь все концовки и поймешь. Получается, вот этот с копьями, это мой говнюк. Мой пиздюк. Знаешь, у меня складывается такое ощущение, что мы мешаем, как будто ходу истории. Их всех пообвиняют, потому что мы вмешиваемся. Хотя их и так, и так обвиняют. Он был здесь. Это же двоякая ситуация. Я держал его. Ну да. Надо было в священнику всадить. Он был там. Я не спас его. Я за Тейлор играю. Ну я, видимо, за Дэниелла, наверное. Я не увидела. Жаль, что тебе пришлось это увидеть. Мне было очень тяжело. М-м-м-м-м-м-м. Спасибо. Мы еще живы. Это главное. Зачем Мэри было показывать нам казнь своего брата? Не сходится. Мы не видим всей картины. В смысле? Кусочки. Не знаю. Я еще в первый раз подумал, что встречал ее где-то. Я тоже. Я точно видел ее. Но вот где? Угу. О, это за мной. О, это за тобой. Нет. А, да, это за мной. Это мой пиздек. Фиганерса обаффнулась, конечно. Что нам делать? Стварю снаружи. Тихо. Это же, блядь, храм господня. Что-то все зависло. Оно снаружи пока что. А что, если оно решит напасть на нас? Возможно, в церкви мы будем в безопасности. Почему? Ну, это святое место. По идее, оно не сможет расти. Правда? Что, прям как долбанный вампир? По крайней мере, это крепкое здание. Он прав. Тут безопаснее. Вы стоите на против открытого окна. Чего вы врете, блядь? Нет, это факт. Это факт, конечно. Паника, тревога, паника, тревога, паника, тревога, тревога. Пожалуй, остаться здесь звучит логично, да? Думаешь, так будет лучше? Остаемся тут. Он с Дэниелом? Она с Дэниелом сейчас, да, получается, советовалась? Наверное. Я, может... Да, я согласна. Она, да, она права. Может, вы правы. Может, оно устанет и свалит. Нам больше некуда идти. Короче, берем большое-огромное распятие и отпиздиваемся ото всех. Во имя Отца и Сына и Святого, сука, Духа. Там есть распятие наверху? Нету. Что это за церковь? Есть! Вот, вот, берем вот это. Берем вот эту хуйню, спаливаем мне чем-нибудь горючим, берем спички и на всякий случай поджигаем. Шикарно. Слышите? Что это за доска сейчас? Мы идем, и оно идет за нами. Так. Что написано? Не вижу ни хера. Да, такие какие-то. О, стерла. Пастор Литл Хоп. Неразборчиво. Лазарь. Джон. Эдмунд. Соломон. Уильям. Джон. Николас. Года-года-года-года. Джон. А почему зачеркнуто кто? Симон. Симон Каррес, да? Нет? Саймон Карвер. А его здесь нет, кстати. Вот в тексте справа нет, а на этом есть, потому что он вычеркнут. А, Саймон Карван затерто. Точно. Он проклят. Так, я посмотрю. Да-да-да-да-да. Там написано, затерто. Он проклят, сука. Я отвечаю. Да, я дойду так, господи. Отвечаю. Он, сука, проклят. Он сам связался с демоном? Его просто, короче, это... Он за четыре года убил нахрен столько людей. Он выполнял этот план за пятилетку, короче. Рефинансирование ебанное. Орган. Нельзя играть. Так, я бы здесь не стояла, там дырки. Коль я еще влетаю, это все. Что делать-то? Да хрена. О, карточка, 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 карточка. Поднимай ты вначале, а потом я. Давай. Может подскажешь сейчас, как что. Ой, там еще рисунок детский на стене. Сейчас, сейчас, не уходи. Это рисунок. Это не карточка. Это он, однозначно. Опять тот проповедник. Приходской вестник. Октябрь 71-го года. Эпархия Плезант Риви... Ривер. В последнее время родители все чаще выражают обеспокоенный пропагандистский оккультизм среди подростков через тексты популярных песен, продажи с виду безобидных дисков для спиритических сеансов и фильмов, поставляющие сатанизм. Литл Хоуп сталкивается с этой напастью не в первый раз. Недавно в доме прихватского священника были обнаружены спрятанные под плитами рукописи 16, 5, 6, 17-го века. Листы исписаны странными каракулями, в которых зашифрованы заговоры и заклинания. Говорят, что служивший в то время в городе священник увлекался магией и демонологией. Демонологией. Это были темные времена для поселения. Времена меняются. В 71-й. 1971-й. Оно говорят про 17-й век. Все правильно. Это про нашего вот этого вот хера, которого увлекается магией и демонологией, сука. Времена меняются, но сатана не дремлет. Сегодня духовенство активно борется с оккультизмом и вряд ли поддается невежеству и заблуждению. Но родители должны помнить, что подобные вещи привлекают молодежь, особенно бунтарски настроенную. Опасность возникнает, когда у них появляются вредные привычки, такие как курение марихуаны, вслед за ними увеличение оккультизмом и непослушание богу. Родители должны сохранять бдительность при возникновении тревожных сигналов обращаться к церкви и богу. Наш священник. Юродивый. Пойдем, там еще рисунок на доске. Видела? Да, я тебя ждал. Пошли. Блять, как тяжело ходить. Ну да, здесь не очень удобное управление. А в этой комнате мы были? Нет. Окей. Давай я в комнату, тут и картинки. Какой-то сундук, тряпки и что-то еще внутри ящика. Стремное тут мистеть. Церковная фотография. Сейчас. Нет. Разделенная душа. В посланнике Вереем 4.12 сказано, ибо Слово Божие живое и действенное, острее всякого меча обоев до острова, оно проникает до разделения души и духа. Обычно слова душа и дух для нас взаимозаменяемы. Это важная составляющая нашего существа, которые не видны глазу. Однако в Библии эти понятия разделены. Дух это наша жизненная сила, это та часть нас, которая стала чистой благодаря жертве Христа. Душа это то, что делает вас уникальными, вашу личность, ваши мысли и отношения. Дух и душа могут казаться единой сущностью, но Бог и Сатана способны отделить чистый дух от зачастую несовершенной души. Эта двойственность есть ключ к пониманию Священного Писания. Между духом и душой существует разрыв. Наш дух чист, взирая на нас, Бог видит невинность. Но нашей душе, сомнениям в нашем сердце, следует напоминать о том, каков есть наш дух. Ей необходимо очищение, лишь изоляция и жертвенность позволят нам соблюсти чистоту, преподобный Карсен. Если честно, если прям искренне, нихуя не поняла. Ну, я поняла, что душа и дух это разные вещи, но все остальное, блядь, темный лес. Блядь, что происходит? Что за звуки, блядь? Что делать дальше? Вот там дверь или что нет? Я слышу булькающие звуки. Что делать-то? Еще я, кстати, слышала металлические звуки. Ну, это за мной, блядь. Ну, сейчас же нужно будет спасти персонажа или убить. Ну, дверь тоже не светится. Звучало, как копье. Да. Звучит, как гребанное копье. Блядь! Бежим! Чертый ход, живо! Опа! Бежим! Прячьтесь! Живо! Опа! Мое место смерти есть еще. Он берет копье? Ага. Я постараюсь, Вик. А, он не ко мне идет. А куда? Противостоять, сбежать. Противостоять, наверное, да? Или что? Подожди. Джон сейчас в опасности. Ты за кого? Я за Тейлор. Джон в опасности. Джон в опасности. Этот... Это Чубака идет к нему. Я могу либо сбежать, и он идет с копьем на него, либо противостоять ему. Подожди. Так у них у каждого персональный демон. Этот Ебака с копьем, это не Джоновский демон. То есть он Джону не может... Он Джону не может нанести урон, ты хочешь сейчас сказать? Я хочу сказать, что это Даниэлевский демон. Если сейчас Даниэль побежит спасать Джона, он будет под ударом. То есть, а если сейчас... Ты уверена, что этого Чубака не может убить Джона? Да. Почему да? Я уверена. Потому что хранитель говорил о том, что у каждого из них есть свой персонал. Это персональный демон. То есть ты нам предлагаешь сбежать? И мы сейчас третий раз показывают... Нам игра третий раз показывает инквизицию. Каждого из них. У каждого из них есть свой способ умереть. Мы с тобой это обсуждали. Ну, я вот согласна с тобой тем, что когда ты сказала, это был персональный демон Анжелы, надо было спасти Анжелу. То есть мы спасли Анжелу, и она дальше выжила. Сейчас мы... Ну, а сейчас на кого он нападает? Он сейчас меня не видит, он идет на Джона с копьем. Подожди, ты сейчас за кого играешь? Ты сейчас за Даниэль или за Эндрю играешь? Я сейчас играю за Даниэля. И мой демон. И Даниэль тоже. Да, и мой демон. И мой демон идет пушить Джона. Да. Не надо его трогать. Все, я тогда сбегаю. Есть либо помочь, либо противостоять. Убегай от кедрения матери. Хорошо. Потому что это не его демон. Вот когда нужно будет файтиться со своим демоном, тогда надо будет драться. Хорошо. Больше, чем уверенно. Хорошо. Сбежать. Отношения с Джоном ухудшились. Курс изменен. Блядь, что со мной? У меня что-то... Блядь, что не так? А, дышать. Все. Не, нахрен. Не надо спивать. У меня тут просто команда... О! 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 Есть! Раз! Брожеви. Брожеви. Блядь. Я убежала? Фух. 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 Нет, нет, да, нет. Не знаю. Но мы на дороге. Где ты? Тейлор, ну же. Я вас слышу, но я не верю. Отзовитесь. Что делать? Надо действовать. Отчаяние. Команда. Надо действовать. Команда. Команда. Блядь, не знаю. Надо действовать быстро. Блядь, пойти налево, пойти направо. Я что, ебу что ли? И мы просто на дороге стоим. Мы от церкви, грубо говоря, налево. Сейчас мы стоим. Вот церковь от нас сейчас вот по правую руку. Вот мы просто пробежали на дорогу. От двух мусорных баков мы на... Не знаю. Блядь, ну ладно, я пойду налево. Я не ебу вообще. Тебе надо успокоиться. Что, блядь? Тейлор в беде. Я помню, сюда пошла, да? Блядь, я пошла к этой пизде. Я в тумане. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Меня никуда не пускает. Меня надо ждать твоего исхода. Да, я поняла. Она меня языком схватила. Я к тырешке вроде прожала, все. Мы побежали, мы встречаемся, по-моему. Что такое? Открыто особая возможность. Что это такое? Как же я рад вас видеть. Вы живы? Мы пока еще не спаслись. Ух, блядь. Фух. Это было, кстати, дыхание. Это сердце было очень сложно прожать. Там очень маленький тайминг был. Капец. Не останавливайтесь. Потому что пойдем. Идем. Постой. Он устал. Так я за Джона, сезон, друг. Это на нас охотится. Не на вас. Надо идти. Все в опасности. Не только вы. Да, будут и наши демоны. Ладно. Что будем делать? Я не знаю. Еще где-то, Анжела, кстати. Ну, все, они умерли. Если смерть не показали, значит, не смерть не было. Надо немного отдохнуть. Главное правило этих, да? Да любых. Ты же сама знаешь. И хранитель бы свечку затушил. И смерть бы показали. Камон. Что происходит? Что-то... О, окей. Андрю засыпает. Вы спите? Ничего себе. Если бы. После такого адского денька, я вряд ли засну. Ну, кто-то дежурит, другие чуть-чуть надо поспать. Сил вообще нет. Есть идеи, как отсюда выбраться? Туман окружил нас. Мы не пройдем. Нельзя тут просто сидеть. Сначала надо выяснить, откуда берется туман. Думаю, это Мэри ключ к тому, как выбраться из него. Найти Мэри, остановить ее. Это хороший план, окей? А вторая девочка, которая от нас убегает. Я уверен, она как-то связана с Мэри. Может быть, она пытается нас куда-то привезти? А какую роль в этом всем играет водитель автобуса? Может, туда, где мы положим в этом конец? Ну, нам хранитель сказал, найдите водителя автобуса. Остановить девчонку наш шанс. Но как? Хохочет в лесу. Не уверен, что она реально. И каков же план? Скажем, девочка перестань нам жизнь портить. Хе-хе-хе. Сделаем все, чтобы остановить Мэри. Все, что только потребуется. Это не так просто. Она же ребенок, мы не можем взять ее. Послушайте. Курс изменен. Когда встретим ее, сделаем все необходимое. Что там? Пссс. Ну нет, тварь пришла меня прикончить. На землю. Прячьтесь. Она идет прямо на нас. Тихо, бои. Сердце? Хорошо. По-любому, Анжела. Или черненький. Анжела. Живая, блях. Полегче. А я вся в синяках. Я думал, вы погибли? Как вы сумели нас найти? Мы думали. Ты. Как хорошо, что вы живы. Хватит. Вы меня засмущали. Но спасибо. Очки отдайте ей. А ты молоток. Тихо. Да уж. Железная леди. Вся группа снова в сборе. Всех отыскали. Молодцы. Ну, не совсем. Они нас нашли. Сейчас на первом месте ваша безопасность. Идем. Когда вы исчезли, мы встретили других монстров. То, что на лусь за мной было, а мерзи. Раз уж это наши персональные демоны, тогда, наверное, в идеале нам друг другу не помогать, потому что это, скорее всего, наоборот, будет портить все. Потому что, когда мы помогали ребятам из прошлого, это все портило. Согласись? Хорошо. А какова... Смотри. Берем исключительно момент на крыше. Вот, когда его уже везли. То есть, наверняка можно что-то напортачить в первом флэшбеке, а дальше твоя казнь. Хорошо. Вот в том флэшбеке, при котором был вот наверху церкви, когда столкнули двойника Дэниэля, не было вообще никаких взаимодействий. Можно было просто либо на него накричать, сказать, ты что, блядь, такое, или сказать, чем тебе помочь. И он просто тебе сказал, что, типа, я вас вижу, я не понимаю почему, я не знаю кто вы. Все. То есть, и при этом нас никто не спалил за этим делом. То есть, это было хорошо. Нет, именно в момент казни я имею в виду. А в чем отличие от... Он его просто казнит? Я думаю, все равно казнит. Да, да. Когда мы вмешиваемся и пытаемся помочь, это ничего не дает. Так и что надо просто... Смотри, ты когда сейчас просто не пошла спасать Джона за Даниэла, ничего не случилось. Потому что его персональный демон не может убить Джона. Он не занимался. Нам надо не помогать, в смысле, в этом. Ну, это-то хорошо, это, видишь, мы уже поняли, что... Типа, я имею в виду, что как будто бы каждому из них нужно побороть своего... Демона. Да, 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 я об этом. Ну, в этом плане я с тобой согласна. Хотя почему-то, когда я видела, что идут на Джона, это была первая мысль, что надо помочь. Вот прям... Это как раз-таки... Замануха. Это как раз-таки замануха, это как раз-таки игра на дружеских отношениях. Потому что ты же играешь с друзьями, и как это ты так друга подведешь? А прикол в том, что как раз здесь завязка-то вот в этом и заключается. То есть у тебя есть определенное повествование, у тебя есть определенное понимание того, что у каждого из персонажей есть свой определенный демон, который за ним охотится на данный момент. И по факту этот демон угрожает только этому персонажу. Мы с тобой в прошлой игре довели всех, кроме младшего братишки. И то случайно, и то была как-то странная, нелепая смерть. А потом в итоге умерли все. Так что готовься. Мы почти всех довели. Сейчас умрут все. Классная игра. Нравится? Да, но чтобы она побыстрее закончилась. А вы говорите, что их много? Откуда они взялись? Ну как много? У каждого свой. Я про них совсем забыл. Нас бы тебя оболтать в хаосе. Пожалуйста, быстрее пойти. Рад, что смог их вернуть. Я уж боялся, не удастся. Спасибо. С профессором мутишь? Какой вы джиналью мемен. Линза треснула. Может и вторую разбить, чтобы не видеть, что тут происходит? Не уверен, что это даст нам нужное преимущество, но идея хороша. О, как мило. Что это? Слышу. Явно где-то рядом. Идем скорее. О, этот кипи носит. Нет. Нет, это... С великом. Цепи были. Цепи были. Цепи. Звук цепей был только что. Что происходит? Мы зависли? Слава богу. У приглашенной булочки тоже есть персональный демон? Ты у меня спрашиваешь? Да. И ты сказала, типа, только он может умереть случайно. Я надеюсь, ты это поможешь предотвратить. Блять! Бежим! Бежим! Я за Даниэлла, ССНГ. Блять, мне надо будет списать этого говняка, вы хотите мне сейчас сказать? Эндрю, подождите! Блять, скирот, мне надо и помочь. Блять, что происходит? Кому? Что происходит? Я ничего не понимаю, мы разделились, блять. Я за Даниэлла играю, у меня тыл упала, азапнулась. Мне надо ее спасти, видимо, сейчас. Подожди, за тобой бежит. Да, но Тейлор упала, я не могу ее бросить, отношения испортят. Подожди, я только что испортила отношения с Джоном, сбежав, а не помогая ему. И как видишь, мы выжили. Ты только что сказала, надо не помогать, это персональный демон. За тобой гонится копьеносец? Или это ее демон сейчас? Кто за тобой гонится? Нет, это сейчас копьеносец, но он вообще, он типа не рядом. Он просто воткнул это копье, но он же не рядом, не буквально рядом с нами находится. Он тоже там был не очень рядом, но там было ему либо противостоять, либо сбежать. Он просто к нему шел. Я тоже похерила сейчас отношения с Джоном, но тем самым ничего страшного не произошло. Нет, я помогу ей все равно. Да, блядь, ну Вика, ну ты только что, ты сама себе противоречишь. Нет, ты сама себе противоречишь. Ты мне сказала сбежать, а сама делаешь так, что подвергаешь его опасности. Сбегай. Это же, мы сейчас не видели никакого демона, кроме копьеносца. Ладно, 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 я убежала. Сейчас такая, помочь. Да, я сейчас так и сделаю. Ладно, я убежала. Анжела, вы где? Вставай, говорит, быстрее. Да, блядь, подожди, нахуй. Дэнил. Дэйла. Страховый лечился. Опа. Поймал, молодец. Умничка. Ой, нормально, я восстановила отношения. Вика, я не понимаю, я хожу на Кутеев в тумане. Куда вы делись? Мы тоже в тумане. Дэниэл, это ты? Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Опа. Тейлор схватил его, да. Кому помочь, блядь. Подожди, стой. А у тебя какой выбор? Что? Спасти одного, спасти второго. Так, подожди. У меня, ну, спасти Тейлор или спасти Дэниэля? И того, и того, и того, и того, и того пригваживает всякая хуйня. Ты сейчас за кого? Я сейчас за Дэниэля, но у меня есть нож. Значит, за Тейлор? Тебе, скорее всего, подожди, блядь, я не знаю. Ну, это персональный демон, который атакует, бла-бла-бла. Наверное, если ты сейчас не запорешь Кутеевшки? Ну, в теории, да. У меня есть нож, я должна... Либо отбить? Сухой, помогай Тейлору, хорошо. Блядь! Дай руку, Тейлор! Не отпускай! Держись! Сука, не души, не души, не души, не души ее, блядь, не души. Тейлор, держитесь! Ты как? Норм. Он не может выкидывать я из дерева. Нож помог, нет? Нет, я его не использовала еще. Хорошо. Я просто прожала Кутеевшки. Я тоже прожала Кутеевшки, но я не помогла, прибежал только Джон помог, прикинь. Рано радуешься. Мы все еще в полной жопе. И сраные мутанты еще рядом. Надо уходить. Ладно, вкуснем. Спасем, спасем, не спасем, не спасем. Так и стоит, блядь. Просто так долго показывает, как он мучается. Извините. Извините. Что это? Король-королева, король-королева Джокер. Что все и вся может оказаться не тем, чем кажется. Три казни. Три терзаемых создания. Пока что все ваши студенты избежали адских мук. Вечного страдания. Как полагаете, что прячется за углом, скрытое в тумане? Что-то злое к нам спешит.